Сергей Жернов, публицист, в прошлом сотрудник органов госбезопасности, у нас в эфире. Здравствуйте, Сергей Олегович. Привет, коллеги. Скажите, пожалуйста, вот такая тема очень широкая, как Россия дестабилизирует, но все-таки вы во Франции и Францию хорошо знаете сейчас. Хотел вас спросить о опасности для французов. Вот мы видим результаты выборов. Конечно, понятно, что не в каждом департаменте Путин имеет своего агента, но, тем не менее, какие-то диверсии происходят. Насколько сильно присутствие во Франции? Насколько опасны провокации Кремля и спецслужб для Французской Республики? Последнее время повышается эта опасность. У нас было несколько уже странных случаев. Во-первых, первые случаи были странные, связанные с израильским конфликтом, когда какие-то подозрительные люди рисовали звезды Давида сначала в израильских кварталах рядом со школами, рядом с кварталами, где скучное проживание еврейской общины. Потом был скандал, когда эти же люди или люди, связанные с ними, рисовали красные руки на памятниках, посвященных холокосту еврейскому. И совсем недавно было два случая, когда, во-первых, одна группа разместила пять гробов перед Эйферевой башней с французским флагом и надписью, что это, значит, французские военные, которые погибли в Украине. И затем в аэропорту ВАСИ, международному аэропорту ВАСИ, в гостинице недалеко от этого аэропорта задержали военного с паспортами российским и украинским. Ну, человек, который воевал на Донбассе и который явно готовился к теракту, потому что у него в номере было обнаружено взрывные устройства. Его арестовали. Сейчас идет следствие по этому поводу. Ну, и выяснилось, что он там какой-то военный и готовился тоже к терактам. То есть, на самом деле, французы очень серьезно к этому относятся, потому что, во-первых, у нас во Франции в июне месяце были европейские выборы, и Российская Федерация, безусловно, хотела сорвать или создать какую-то напряженную обстановку во время этих выборов. Сейчас у нас идут досрочные выборы в парламент, и Российская Федерация тоже заинтересована в том, чтобы создать какую-то не очень хорошую атмосферу. Вот вроде там я еще пока не читал в деталях, но вроде сказали, что Кремль высказал свою поддержку национальному объединению Марины Ле Пен на этих выборах. И плюс Франция готовится к Олимпийским играм, куда россиян допустили очень условно, и даже тех россиян, которых допустили, вроде они там не собираются ехать, и так далее, и боятся, конечно, во Франции, что будут какие-то теракты, и будут какие-то осложнения во время проведения Олимпийских игр. То есть к этому относятся вполне себе серьезно, и к вмешательству в политический процесс и в Европе, и во Франции, и к всяким там массовым мероприятиям, которые проводятся в европейских странах, которые связаны с большим скоплением людей, и где может вот сейчас чемпионат Европы по футболу идет в Германии, но вот это тоже, значит, вещь, которая интересует Российскую Федерацию, которая может там чего-то там устроить, какие-то провокации. То есть к этому все относятся очень серьезно, потому что к тому перечислению, о котором вы сказали, еще вот надо было добавить бы нескольких человек, которых ловили в Германии. То есть на самом деле там, в общем, довольно большой список за последнее время, и мы все заметили, вот мы с вами уже говорили не раз на эту тему, что это не просто шпионаж, то есть это не просто сбор какой-то информации, это не просто там вербовка каких-то людей, имеющих доступ к секретной информации, а это именно диверсионные деятельности, это деятельность по дезагранизации общества, по практически террористической деятельности Российской Федерации. Российская Федерация становится, ну, вернее, мы с вами понимаем, что она всегда была террористическим государством, но теперь в Европе начинают понимать, что Россия — это не просто спонсор терроризма, это государство-террорист. Сергей, скажите, пожалуйста, в советское время, если там, например, раз уж мы во Франции, вы во Франции, мы виртуально о Франции говорим, В советское время такими проводниками интересов СССР были, как правило, леваки. Я думаю, что среди французских коммунистов было довольно много сотрудников, инициативщиков, которые работали с безопасностью Советского Союза, с органами. Если говорить о современности, просто, знаете, есть такой миф, что Марин Липен, ее папа Липен, ее племянники, братья-сестры и этот нынешний молодой Бордела, что они все КГБ-ФСБшники, СВРовцы, все шпионы Путина. Немножко скажите о том, насколько сейчас инфильтрированы могут быть российские агенты в политическое сообщество Франции, или не там надо искать все-таки основных провокаторов сексотов и шпионов? Вы правы, что в советское время, конечно, самыми главными проводниками были прежде всего леваки, коммунисты, просто откровенно они поддерживали отношения с КПСС, напрямую получали даже финансирование какое-то, то есть в этом смысле ни у кого сомнений не вызывало, что французские коммунисты, в частности, являются проводниками идей Москвы. Но не только коммунисты. На самом деле, если говорить о спецслужбах, то КГБ поддерживал контакты с представителями всего политического спектра, потому что, грубо говоря, ставилась задача следующая. Развалить буржуазный строй изнутри. И какая бы партия, если бы не пришла к власти в условиях буржуазной демократии, чтобы у КГБ были всегда информаторы внутри каждой из этих партий. Поэтому вербовались люди из всех партий. И прежде всего, кстати, делался упор на тех, кто находится в оппозиции, потому что, когда есть правящая партия, ее, в общем, прельстить какими-то благами сложнее, чем те, кто находится в оппозиции. Потому что партия, которая находится у власти, у нее уже есть доступ и к деньгам, и к власти, и так далее. И поэтому кого-то там завербовать на чем-то, это немножко сложнее. А вот люди, которые находятся в оппозиции, у них всегда недостаток денег, у них всегда недостаток известности, у них всегда недостаток какого-то самоощущения. И поэтому вербовать их проще. И Советский Союз вербовал вообще всех, везде, во всех партиях. То есть он не делал здесь различия между левыми, правыми, крайне правыми, крайне левыми и так далее. Вербовали всех. В том числе, кстати, и папа Шулепена к нему подходы делались. И, кстати, на последнюю, во время перестройки, я помню, что он приезжал в Советский Союз, и его принимали в аппарате ЦК КПСС. И были какие-то люди. И у меня даже был случай такой, из моей просто шпионской практики, когда я по шпионской деятельности вышел на одного деятеля, который был связан с Национальным фронтом. А потом я обратил внимание, что он что-то активничает в Советском Союзе. И, естественно, написал информационную записку в свою службу. Она дошла наверх на самый, она пошла в ЦК КПСС. А потом мне намекнули, типа, ну, и я так говорил, вы знаете, они там полуфашисты какие-то, и вдруг они встречаются с каким-то там, значит, один из них там приезжал в газету «Правда», а газета «Правда» — это все-таки орган ЦК КПСС. И главный редактор газеты «Правда» — это член ЦК. А мне сказали, что, типа, ты, парень, ничего не понимаешь, ты не лезь туда, куда не надо, там все нормально, там все схвачено, и если его принимают, что, значит, в нем заинтересованы, и там есть какие-то другие программы, просто о них ты не информирован, но правильные люди информированы. То есть спасибо за информацию, но, типа, ты это самое, особенно нам тут советов не давай, мы сами без тебя все знаем, как нам это организовать. Сергей Олегович, и очень короткий вопрос, я знаю, что должны вас отпускать, но все же, да, вот как раз эту тему, которую мы сегодня обсуждаем, то, как действуют сегодня шпионские вот эти схемы, диверсионные, потому что главная задача — это подрывная деятельность как раз европейских стран, оказывается, будут одним из главных пунктов, и то, что сейчас уже можно увидеть в открытом информационном пространстве, главным пунктом на обсуждении на саммите НАТО, на саммите НАТО вот уже сейчас в июле в Вашингтоне. То есть все-таки есть понимание, что сейчас как раз вот эти, шпионские схемы работают не просто так, а с конкретной целью. То, что это будут обсуждать на саммите НАТО, по Вашему мнению, это означает о том, что все-таки есть понимание глобальности этой проблемы и сущности ее? Да, есть понимание того, что это не просто какие-то планы, потому что в советское время, я вам напомню, такие планы существовали. То есть вот, допустим, я работал в службе нелегальной разведки, я знал, что в службе нелегальной разведки на случай ядерной войны, на случай конфликта существовали, значит, диверсанты-нелегалы, которых должны были забрасывать в глубокий тыл западных стран и которые должны были заниматься полной дезорганизацией стран Европы во время такого конфликта. Причем вот, когда я общался с Юрий Ивановичем Дроздовым, начальником управления ЕС, то есть начальником нелегальной разведки российской, он вообще убежден был, что там вот, допустим, десяти человек или там группы, там трех групп по три человека с надлежащим вооружением, они за неделю могут поставить на уши всю Францию. Ну а там про маленькие страны мы вообще ничего не говорим. То есть на самом деле такие планы были, то есть это были стратегические планы, которые вынашивались, которые расписывались, к которым готовились. Были схроны, готовились, кстати, с помощью Компартии, делались схроны на случай вот такого длительного конфликта, значит, делались схроны, где хранилась боеприпасы, взрывчатка, где хранились консервы, оборудование, вооружение. Золото в маленьких страничках для того, чтобы можно было кого-то покупать. То есть готовились на самом деле к серьезному такому конфликту. И все это дело, естественно, нынешние спецслужбы получили в наследство. И стараются, может быть, как-то развить. И вот НАТО это все понимает. И теперь уже обсуждения, о которых вы сказали, это будут обсуждения вполне себе практические, а не теоретические. Спасибо вам огромное. Обязательно увидимся. Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки Российской Федерации. Благодарим нашего гостя. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.